Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и я решил добить прохождение Old World за Рим. Потому что я закончил как-то на, по-моему, седьмой серии. Да, если вы не видели начала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео. Обязательно посмотрите. Эта игра все еще в раннем доступе. Тут есть проблемы. Видите, как она тормозит? Мне, кстати, показывают, что сейчас у меня 20 фпс. Ну, вы сами понимаете, что с такой графикой должно быть намного больше. Все не оптимизировано еще. Но игра в раннем доступе и по механикам она отличная. И вдруг, если кто еще не в курсе, то создает эту игру гейм-дизайнер четвертой цилы. Сорен Джонсон. Офигительный чувак. Четвертая цила. Одна из моих любимых стратегических игр, военно-стратегические. Просто смотрю, что уже с прошлого обновления тут новые текстурки появились. Вот, например, видите, иудейские храмы, очевидно, синагоги появились. Раньше это было... Ну, вот, видите, вот это просто поставлено шаблончик универсальный какой-то. А тут вот, я смотрю, это у нас... А, это городки уже с новыми текстурами. Отлично. Ну, в общем, у меня тут осталось, собственно, три амбиции. Выполнить я победю. То есть распространить религию еще в пять городов. Сделать пять палоболососов или катафрактов. Но у меня, собственно, вот идет сейчас открытие... Скажите, где было? Вот, открытие как раз через два хода палеболосы я открою, а юниты, которые в них апгрейдятся, я уже построю. По-моему... Да, вот эти баллисты будут апгрейдиться. Так что... Так, правительница у нас королевы Семпрония. Ну, давайте продолжать. Сколько у нас? 51 приказ, да? Давайте смотреть, что у нас тут по городам пока происходит. А, и мне вот это важно. Видите, по одному сокровищнице, форуму и архиву четвертого уровня. А четвертого уровня это у нас должно быть развитие города. Так, собственно, видите, я здесь уже поставил сокровищницу первого и второго уровня строить. Так, подождите, для какого у нас уровня вообще города, в принципе, это, по-моему, не здесь мне смотреть. Здесь. Где их культурное развитие? Так, к какому городу? Это какая религия там у них? Население. Вот культурное развитие. Так, легендарный у нас Рим. Ну, собственно, вот легендарный... Черт, то есть я здесь вот это уже могу выполнить. По-моему, четвертого уровня я смогу выполнить. Так, и... Распространить религию еще в пять городов. Проблема в том, что я должен ее именно распространять монахами вот этими, а не автоматически. Давайте смотреть. Тут есть религия, тут есть, тут есть... Кто ежу? Тут даже есть. Блин, так мне надо тогда в какую-то другую сторону. Надо куда-то переплывать. Да, мы, кстати, Египет уничтожили в прошлой серии. Ну, правда, совместно с Карфагеном. И вот юниты Египта стали теперь пиратскими такими. Кстати, вот тут мне надо, наверное, перебрасывать сюда и пробовать обращать города Сирии. Плюс еще Няпаль не обращен. Так что... Давайте вот этот. Ага, видите, я смогу его перебросить, но вот сюда максимум отлично. Ой. Не так ходить надо, видимо, вот так. Я не пойму, почему он красный? У меня еще... Что-то я... А, он строит... Фу ты, он строит этот. Сорян. Он синагогу строит. Вот этот может ходить. Так. Давайте к Неаполю. И распространяем. Вот 4 из 8. Так, отлично. 4 из 8. Дальше. Это тут фермы строит у нас. Так что, ну, скажите, с ресурсами. У нас минус по еде как раз. Ух, а что такой большой минус-то по еде? Ничего себе у нас минус. Так, холодные бани. Наверное... Или лучше все-таки фермы здесь. Бани мне на реке надо строить... Не, ну, тут бани нужны. Ладно, давайте тут бани построим. Бани только на реке строятся. Их надо сначала построить. Так, вот здесь, наверное, можно фермы все-таки. Ну, еще бы... Если бы еще показывало... Это я помню, что соседство... Храма... Ну, это монастырь. Монастыря и храма на что-то влияет. Но, по-моему, чисто на плантацию. А соседство пастбища как раз на ферме. Так что я буду тут ферму построить. 6,5. О, плюс 40% дает вулкан ближайший. А где он тут вулкан? Видите, ближайший вулкан дает плюс 40% кей. Да, пока на английском игра, но, конечно, после релиза будет на русском... Ну, будет русский вариант тоже, несомненно. Плюс 40%... Ну, ладно, ферму строят тут. Да, конечно, вот это очень сильно притормаживает. Вот это все переходовка. Так, это у нас тут колизеи. А, давайте вот здесь каменоломню. Это у нас министерство построено. Еды маловато. Тут рекомендуют амбар построить, да? Ну, давайте, наверное... Сейчас вообще гляну. Амбар соседства с фермами хочет. Но тут у меня по-хорошему не особо-то... Тут хотя бы одна ферма есть. Ладно, давайте тут амбар. Так, тут у нас варвары нападают. Я предлагаю... Полечиться. Я не думаю, что они смогут этот город двумя юнитами забрать. Так. Ага, и здесь... Монастырь построен, а храм нет. Еще и кафедрал, кстати, могу строить. Так, а храм... Храм дает плюс 20% ближайшим монастырям. А так все. То есть надо просто рядом с монастырями строить. Давайте вот здесь тогда. О, кстати, по-моему, даже иконки этих появились. Ну, они, видите, не анимированы пока, но... Не иконки, в смысле, а модельки... Равинов, я не знаю. А, все-таки построен у меня тут храм, похоже. А, он камень требует... Нет, раз требует камень, то мы можем его купить. Тут еще хорошо, что все ресурсы вы можете продавать, покупать. Денег у нас дофига. Так, тут, наверное, лечимся. А, пока не могу тут. Мы только захватили город, сколько анархия ходов, 5 ходов. Смотрите, я подумаю, я сначала похожу с этими морскими. Или мне морскими лучше здесь держать. Наверное, я буду держать тут. Это в тот случай, если Вавилон вдруг решит напасть. Вот там зеленый, да? Так, здесь давайте с этими пиратами. Так, баллисты стоят, ждут. Кто в городах? Ммм, какая волоса с... Давайте, наверное... Дисайпла. Ну, чтобы распространять религию быстрее, в общем. Еще четыре города надо. Так, этот на этой стороне. Тут бы я, наверное... Офицеров продолжила делать. Что я себе в женском роте говорю. Я вот мне тут рекомендуют. Ну, на цирик. Вообще, да, цириков маловато. Давайте, ладно. Это... Это писец. Скрайб. Кстати, поменяли немножко интерфейс. Видите, по-другому пока... Как увеличивается жилье, культура и... Эээ... Счастье. Кстати... Все, по-моему, люксы у меня распределены. Как он тут в Риме... Третью... Видите, минус семь идет. Ну, они уж что-то... Начинают давать... Кроме снижения несчастья. Еще что-то добавили, очевидно. В игру. Так, тут офицер. Давайте... А, у нас нету... У нас жителей нету, да? Блин, они поменяли. Нет, четыре жителя есть. А почему не могу сюда добавить? А, еды не хватает. Ну, давайте купим. Нам надо сюда спецак. Это правильная игра подсказывает, потому что тут, короче, будет культура и еда. И плюс еще добавятся вот эти клетки. Нажимаем Alt, чтобы еду купить и посадить сюда. Шесть ходов. Отлично. Так, у нас еще 25 приказов и 9 юнитов. Ну, я, наверное, этих поведу просто на свою территорию, чтобы вылечить. У нас вроде отношения... Кстати, у нас нету посла. У нас цириков нету его назначить. И нету мужа. И хочу сказать, что у нас со всеми другими цивилизациями. Хорошие отношения со Сирией. Плохие с Грецией, но она фиг знает. Хотя, на самом деле, не фиг знает, где может напасть. Тем более, что... А, сила такая же. Тут у нас самый... Сильнее у меня тут только Ассирия. Да, кстати, я на высоком уровне сложности. По-моему, на предпоследнем, если я ничего не путаю. Я уже подзабыл, честно говоря. Персия никакая. Одинаковый со мной Карфаген. И одинаковый со мной Вавилон. Но плохие отношения только с Персией и Грецией. Персия никакая. Я вообще ее не боюсь. Вот грек, конечно, может напасть, да. Не очень приятно. И война с нумидийцами, да. Блин, а может тут постоять? Ну, давайте я вот... Ведь у меня не хватает даже перемещения просто. А я бы просто постоял, на самом деле. Или вот прокачку дал. У меня этих лейных очков не так много. А, давайте стоять. Встать в защиту тоже стоит. Ну, думаю, тут не могу встать в защиту, потому что это стреляющий юнит. 140, у меня 26. Нет. Эти пустоходы попропускаем. Где это возможно? Фига, тут прокаченные у меня, конечно. Юнит, смотрите, сколько. Всяких прокачек у него. А, там надо было... Подождите, я тут могу... В ассете я могу вот сюда встать... А, почему-то этим не могу, конечно. Ну, это же... Это же место... Где можно прокачивать, это бараки. Тут, если юнит изстать, то они 20... По-моему, 20... Нет, 20 экспы, наверное, многовато. Здесь, по-моему, экспы вход получают. Или 5 экспы. Что-то такое. Оставшиеся приказы будут трансформированы в деньги. Будут проданы за 20 монет. То есть, ну, 400. В районе 400 монет плюс. Да... 5 фпс сейчас при переходе хода. Это, конечно... Вот с чем им сейчас надо работать. Как-то эту свою графику оптимизировать. Потому что игра выглядит, например, не лучше точно, там, 6-й пиццы. Я думаю, даже на уровне 5-й. А... Подвешивает все только в путь. И причем... Она даже не 100% использует ресурсы. Подождите. Какой король-консорт? Супруг королевы хинут Египта. Так у нас Египта же нету. Откуда... Как они еще тут могут быть? Ладно. Это странно. Так, здесь я продолжаю строить коттеджи, которые потом в городки вырастают. По-моему, они рядом друг с дружкой не могут строиться. И определенное количество только в каждом городе. Возможно, в зависимости от городского развития. Ну, ладно. Давайте пока какие-нибудь эти каменоломни. Так. Здесь... Будем строить... Порты. Ну, не страшно, когда у вас нету ресурсов. Они просто будут покупать. Вот. У меня каждый ход... Видите, мне в ход нужно 20 еды. Мне не хватает 20 еды. Она будет покупаться за 40 монет, получается. Как денег у меня дофига, то я это могу себе позволить. Но вот мне интересно, я ни разу не был, чтобы у меня и денег при этом не было. То есть, что тогда будет происходить? Это реально неизвестно. Вот так вот эти варвары. Ну, я пока лечусь. Я уверен, что они не смогут меня тут... Я что, или это не в этом городе я поставил? Видимо, нажал, но почему-то не началось строить. Так, здесь полечимся. У этого уровень. Храбрый, давайте возьмем. Против рукопашников. Плюс 5. Так, у этого уровень. Плюс 1 дальность. У этого уровень. Высший шанс на... На... Крит. Садовника здесь сделали. Культура слабенькая. Давайте. Может, на культуру... Кого-нибудь... Хотя у нас тут спецов уже так нормально сидит. А у нас на культуру здесь и нету ничего. Слушай, что тут чисто здание без спецов. А, ну это бывшая столица Египта, кстати. Ну вот, еды мало. Но тут культура нужна. Хотя страна, почему тут мало культуры? Если тут несколько чудес даже есть. Блин, не работает альт здесь почему-то. Не знаю почему, не хочет. Давайте еще одну защиту. Нет, не-не-не-не. Давайте подождите. Ремонт поставлю. Стен. А, там, наверное, все-таки жителя не хватает. Вот, видите, тоже жителя не хватает. Ноль. У меня все по спецам сидит здесь. Житель будет через пять ходов. Ну, не знаю. Давайте стены сначала, потом в форум. Так, вот тут есть один житель. Так, может, вот кинем культура на еду. Раз у нас везде проблемы с едой. Но тут у нас нету. Это у меня, кстати, основной шоксерский город. У меня тут куча шахт. И, собственно, на шахты прокачано. Я бы в библиотеку отправил в пилос. Хотя и священникам тоже науку будет давать, между прочим. Ладно, давайте туда. Так, что по юнитам? Ну, я бы не ходил. Честно говоря. Я бы тут дождался, когда Пирамзес к нам перейдет. И... Так, вот я в город хочу встать. А, подождите, вот же нам куда надо остановиться, чтобы прокачивать. Мы тоже тут опыт будем получать. Так, слушайте, знаете, что в вас сети давайте я отремонтирую стены. Вот, что я придумал. Видите, он тут ранен. Ну, это потому что я его захватил. Это было, опять же, повторюсь, столица бывшая Египта. Опять куча приказов осталась. Но я уже чисто на деньги. Потому что у меня сейчас... Ну, как интересно, в полоболосы мне, наверное, дерево нужно будет. Соответственно, мне не хватит всех деревьев, чтобы все полоболосы апнуть. Так что... Нужны будут деньги, чтобы дерево покупать. О, дополнительно... Еще два ресурса роскоши появилось. А мы их куда-нибудь добавим. Наверное, в столицу. У нас, кстати, по-моему, с Ассирией, Грецией, Союз уйдет по этим иконкам. А, нет, не Союз, это мир, Союз с Карфагеном. Нет, ПИС, нет, нет, нигде, Союза. Так. Открыли полоболосы. Ну, это нам бесплатно дадут железо 200 штук. Нет, 200 штук железа 200 штук дерева 200 штук. Ну, вообще, на самом деле, нет, не хочу. Это бесплатно. Давайте когорт откроем, действительно. Нумибийцы предлагают перемирие. Нет, не хочу, я хочу воевать. У нас появились новые люксы, да. И вот семья Клавдиев, то есть, опять же, кто не играл в эту игру, тут различия, тут семьи имеют значения разные. Семья Клавдиев требует себе немножко богатства. Они хотят меда. Или они сделают работу нашего правительства сложным? Ну, я бы, честно говоря, дал им мед. Почему нет? Ну, и вообще, конечно, это неприятно. Они тут какие-то выставляют. Так, у нас прокачался мастер-шпион. Давайте ему, конечно, мудрости дадим. Или храбрости. Это во всех городах минус пять десятых несчастье. Давайте лучше храбрости. Мне это больше нравится чем... Науки у нас и так дофига. Так, я насобирал цивиков. И у нас есть кого в посла отправить. Давайте. Так, а мастер-шпион... Не, я, наверное, ничего не буду делать. Ничего не буду делать. Я хочу посмотреть, сколько стоит полоболосы апнуть. Теперь мои юниты. Так. Баллиста апгрейдится в поле болос за 120 военных очков. Сто железа и сто... Да, у нас, кстати, больше... У нас военных очков скорее не хватает, а не ресурсов. То есть я пока трех смогу сделать, похоже. Так, один здесь. Давайте один здесь. Да, но правда еще и дерева не хватает. Ну, оно тут дешевое. У меня денег дофига. Так, где у нас был поле болос? По-моему, где-то... Вот он, да? Нет, это арбалетчик. Так. Так, тут придется... Докупать за соточку. Так, уже три. Два останется сделать. Но это вообще... Мне кажется, мы дольше все вот это будем делать, скорее всего. Потому что я должен религию тоже вроде как без проблем распространить. Стронхол, да тут Колизей предлагают. Давайте Колизей. Колизей снижает... Недовольство. Так, медиалани продолжаем. Слушайте, они достали меня тут только... Давайте, наверное, убьем этого одного. Вот так, изи. Так, тут мы продолжаем лечиться и... Валим этого. А может апнуть пока в... Нет, давайте так обстреливать, я думаю. Добьем. Так, сук ходов еще два хода. Еще два хода пропускать ходы. Так, и два производства каких. Значит, в Ассете все еще ремонт. Ну, до конца. Видите, он не полностью ремонтирует. В шестерке полностью ремонт, сразу все ремонтирует. А тут постепенно. Так, а в Беневентуме... Что я делаю в Беневентуме? Мне не пишут. Так, жителей тут нету. Ну, вот могу этих поулучшать, да. Это не жители требуют, а просто... Это как бы один житель считает... Или нет? Да, это один житель считается, просто улучшается, вот. Сразу до третьего уровня прокачаем. А, я, собственно, его и делал, священника. Заканчиваю. Вот, на самом деле, сейчас вот вся длительность игры только в том, что очень долгие переходовки, вот перемещение между юнитами. Вот, когда они это уберут, будет вообще очень приятно играть. Тут, скорее, ну, Алексиус Си, это я сам. Тут, когда открываете моря или горы, вы их можете всячески обзывать. У меня, видите, река Ковидло, по-моему. Называется. Это кто просто прохождение не смотрел. Может, посмотрите, как я там их по-разному называю. Не знаю, не хочу я с ними дейцами мир заключать. Хочу их вынести. О, наша королева известна как справедливая. Так, какой-то клерк из Осирии явился перед нами, держа сообщение. Вообще-то, Осирия страдает из-за от малого количества бюрократов и знает, что... Ну, короче, запросили у нас бюрократов для помощи в их... Блин, 34... А почему нет? Давайте поможем. Я сейчас эти приказы вообще ни на что не трачу. Пускай. Они потом, через некоторое время, они возвращают, как бы, сторицы. Они что-то дают. Это пока ни за что. Но со временем... Ну, во-первых, повышается отношение, да? Но со временем мы получим назад какой-то плюс. Добьем этих ребят. Так, я хочу сначала, если у меня есть священники, я бы ими походил. Нет, священников нету. Давайте, наверное, в вас эти фермы построим. Так, ну... Блин, а бани тут сделаны? Это я тут бань не вижу. Давайте мы тут бани, наверное, поставим. А, так это вот и есть бани. Вот это бани были, блин. Так, ладно, что я могу другое здесь поставить? Культуры не хватает. Так, а коттеджи дают бонус за каждый одион рядом. Одионы это развлекательное. Это вот это, по-моему, одион у меня. Да, вот он. И вот рядом тут коттедж... Коттедж стоит. Нет, давайте тогда, ладно, вот тут давайте каменоломнем. Так. Ну, вот мне тут рекомендуют... Не порт, а... Харбор. Ну, пристань, что ли? Пристань лучше назовем так. Так. Этих апнули. У нас есть еще на одного. А где у нас... По-моему, тут где-то полиболос был. Вообще, можно так открыть. Посмотрите, нам баллисты нужны. Баллисты нужны, чтобы апать их в полиболосы. Всего лишь одна баллиста? А, так мне надо построить полиболос. Ага. Мне еще один полиболос надо построить, ребята. И будет выполнена амбиция. Так, это надо в наших военных городах. Сейчас я вспомню. По-моему, у меня антиум военный считается. Да, вот этот плюс 25%. Ой, как раз тут что-то закончилось строиться. Офицер. Вот тут как раз полиболос будем строить. Три хода всего лишь. Так. Зупа. Да, у нас еще одна лишняя. Давайте глянем. У нас лишняя роскошь. Ага, походу... Подождите, а как... Что-то я не пойму. Как сюда... Ага, вот так я нажимал. Стоп. Видимо, только четыре можно. Видите, я не могу ничего добавить сюда. Ну, давайте следующий город смотреть. А, вот могу отправить вино в ассет, да? Ну, я хочу мои самые большие города. В какие-то самые большие города, где... Или даже давайте по несчастью посмотрим. Где самый большой уровень несчастья? В Медиалануме. Четвертый уровень, ах, плюс 13 прямо. А че так? Че так много? Да, ну и в ассете, кстати, дофига. Ну, тут, правда, второй все. Ну, в Медиалануме маленький город всего одно население. Как бы там, если в восстание, то пофигу, честно говоря. Вот Брундизи. Семь жителей. Пятый уровень в капуе. Да видите, минус 20% ко всему выхлопам. Ну, я бы в ассет. Хотя бы еще второй уровень только. Хорошо, а по количеству жителей? Ничего, не сортируется. Но тут в ассет получается. Или варить он четвертый. Все, давайте надо варить он. Всего лишь четвертый. Не, уже четвертый уровень. То есть отправив сюда вино, мы будем минус один, а даже минус два. Отлично. И плюс две культуры давать. Сюда отправляю. В роме есть сокрови. Значит, мне нужна и сокровищница, и форум, и архив четвертого. Ну, пока сокровищницу добиваем. Так. Потом форум. Потом архив. Что у меня денег? До третьего. Потом будем уже четвертого делать. Все то же самое. То есть, я так считаю, что через шесть ходов, по идее, я вот это выполню. Через три хода вот это. Так что у меня все-таки получается распространение религии отстает. Тут у нас только христианские можно сделать, потому что нету монастыря иудейского. Так, тут есть житель, но тут невозможно спеца на еду посадить. Давайте, наверное, этих прокачаем. Так, до третьего уровня. Так, в медиалануме тоже ремонт продолжаем делать. Видите, тут четвертый уровень и плюс 13. За через семь лет будет уже пятого уровня. Несчастье. Старший монах. Ну, я бы здесь... Так, у нас тут два жителя. И на еду нифига нету, да? А, нет, вот... Это в этом городе? Это в этом городе. Вот сюда давайте. Ну. Есть. И больше на еду пока... Тут ферма сделается, можно будет сюда, наверное, посадить еще одного жителя. Так, что по юниту... Видите, у нас осталось два... Два приказа как раз, и мы, в общем-то, все сделали. Тут все еще пропускаем ходы. Следующим ходом сможем всех лечить, потому что первым ЗЭС станет нашим. Так помогли ассирийцам с приказами. Ну, мы хорошие люди. Хорошие... Эти хорошие римские люди. И, как всегда, переход хода дикий. Дайте я гляну, кто-нибудь с кем-нибудь воюет? Так. Ассирия... Воюет с Персией. И все. Греция... Воюет с Персией. Понятно, что Персия такая убитая. Так, когорты открыли. Ну, это великого человека мы можем получить за науку. Не, давайте длиннолуки открывать. Вы были приглашены в Ассет принять участие в великом праздновании в честь богини охоты. Охотники будут состязаться в ночью, в темноте ночи, только используя, я так понимаю, факелы. Это первое подобное состязание, и они хотят, чтобы вы посетили его как гость, почетный гость. Это потому что эти события из-за того, что повысился уровень культуры в Ассети. Так, на кого мы ставим? Я никого не буду ставить, не хочу тратить деньги. Так. Это у нас новый закон мы можем принять. У нас тут много чего открылось, кстати. У нас есть, давайте так вдумать, профессиональная армия. Я думаю, нам это нафиг не надо. Это нам точно не надо дальше. Философия либо инженерия. Все улучшения на один год быстрее строятся. И совпадение соседства, что-то на 20% меньше. Вот я сейчас не очень понимаю, что такое философия. Специалисты быстрее строятся. И каждый форум плюс 2. Кстати, я бы философию принял. Дальше. Крамы плюс 2 к росту населения. А кафедралы плюс 1 этот приказ. У нас еще кафедралы, правда, нигде не построены вообще. Каллиграфия. Каждая библиотека плюс 4 культуры. И каждый старший специалист плюс ее. Тоже прикольно. Ну, слушайте, нафига мне наука. Давайте каллиграфию приму. Плюс 2 культуры. Вот это мне нравится. Минус 36 цивиков в ход. Видите, стоит содержание. Но у меня цивиков нормально капает. Так что работаем. Так, еще одно какое-то событие. Гортензия, ваша дочь и ваш канцлер. Ну, мудрость, конечно. Улучшаем. Блин, Пирамзес перешел к Вавилону? Ну, а хер я там стоял? Я просто видел, что он... Ясно. Это Вавилон захватил и стоял там юнитом. Я, наверное, в конце прошлой серии очень возмущался этим, скорее всего. Ну, и хрен с ним, ладно. Кстати, сможем в первом ЗЭС разнести религию. Блин, я тут пройти не могу. А, вот у меня союз с Карфагеном. Тут пройдем. Блин, то, что он сюда вот выкинул, не очень удобно. Честно говоря... Боже, как это, конечно, все медленно. Просто трындец. Так, лечимся. Так, мы всех убили. Стоим. Лечимся. Я полностью вылечусь и пойду уже этих тогда валить. И... Тут полиболос тоже стоит. Так. Давайте сюда поставить. Он тут будет получать опыт. Этот лечится. Так, если у нас не работники, а эти миссионеры. А вот, миссионер как раз в пиром ЗЭС. Блин, а он сюда не может пройти, да? Из-за того, что закрыты границы. Как это мне так договориться с Вавилоном? Могу, кстати, тех устырить, попробовать торговую миссию. Давайте мир. То есть, ну, у нас как бы перемирие. Сейчас я предложу мир. А, 200 цивиков стоит. Блин. Видите, не могу разнести религию. Ладно, тогда вот сюда, в Карфаген. Пошли этим миссионерам. Ну, мне надо, это амбиция. Кстати, я и в ассет могу разнести. Но я в следующем ходу туда бегу. Так, ферма есть. Продолжаю делать фермы. Здесь каменоломня. Еще одна каменоломня. Ферма. Здесь я уже в плюс вышел по еде, слава богу. Так, ну, тут у меня, по-моему. Да, вот здесь могу что-нибудь построить. Сейчас посмотрим. Ну. Кликаю, не хотел перебегать юнит. Так, какие у нас тут возможности? А, 400 цивиков стоит. Слушайте, а какие у нас чудеса вообще остались? Циркус Максимус. Ну, это все 400 цивиков стоит. У меня нету столько. У меня просто столько нету. Ну, может, коттедж тогда построить. А, стоп, он рынок хочет. А, рынок я открыл? А, ведь я рынок еще не открыл. Вот еще есть целая ветка зданий на деньги, которыми даже не открыты. А, ну, давайте этот коттедж. Мельница. Плюс 60% ближайшим шахтам. Ну, слушайте, так у меня только одна шахта. Я даже не смогу здесь лесопилки построить. Смысл мне в этой мельнице. И каменоломню. А, ну, слушайте, я тут смогу каменоломню. Ладно, давайте каменоломню ставить. Ну, то есть мельницу, а потом вокруг каменоломню. Повышаются цены на дерево, я смотрю. Потихоньку. Так, здесь я продолжаю последователей иудаизма делать. Здесь я продолжаю ремонтировать стены. Ну, давайте, наверное, на еду. У меня тут шесть жителей, в принципе. Хотя, вот эти спецы не требуют еды. Ну, потому что, видимо, я их найду. Отправляю, поэтому спецы на еду и не требуют еды. Неудивительно. Честно, каких религий больше всего? Это, по-моему, религия. Нет, это геймлог. Реально, где он с религией. Исследования. Это чудеса. Король Персии умер. И наш мастер-шпион умер. Мир. Персия мир убрала. Но, правда, это не означает войны. Это значит, что мы перешли к состоянию перемирия. Блин, тут уже распространен иудаизм. И тут, значит, в ассирийские города надо. Блин, я не могу туда пройти. Блин, а как мне... Хотя у нас с ассирией... Блин, а как же мне распространять религию тогда? Так что только в Карфаген получается? Получается только в Карфаген. Значит, сюда поехали. Черт. Так, каменоломния. Давайте здесь каменоломни делать вокруг мельницы. Так, в Элифантину распространяем иудаизм. Я, правда, не обязательно к этим городу подходить. Можно в границе просто заходить. Город и он будет распространяться. Так, еще три города осталось. Буквально три города. Давайте мы где-нибудь тут поставим... Три рема, чтобы быстрее было переправляться. И на якорь. Жителей не хватает. не знаю и думаю что мне имеет смысл эти дисайпла просто везде дисайплы чтобы уже выполнить все амбиции так а в брундизе я что сделал рейнчера просто на еду да еще ферма строится еще один житель на я бы на фе а вот сюда да собственно отправил ничего может пора уже не пока еще лечимся он на территории союзника можно лечиться отлично блин 10 это все-таки складываются фокусы на шанс крита или как вы как в курсе вообще но тут скорее всего много еще не работает много механик не работает просто еще так сейчас у меня закончится амбиция на поле болоса что построю останется распространить религию в три города один из которых кстати вас сет и и два города в карфагене потому что кстати это что они религии не убирает другую религию кстати это интересно не знаю почему это механика опять же из 4 цивы о восставшие это вот потому что в беневентуме высокое недовольство ну я могу принять закон или мне лучше цивики давайте не буду сейчас лежать лучше цивики потрачу на возможность открыть границы например с той же ассирии у нас 120 отношения возможно а 400 предложений альянса стоит странно что нету у нас еще вино есть странно что нету возможности просто открытые границы предлагать а только альянс возможен и жалко что дисайплы не ходят по открытой территории так кстати амбиции а почему не сообщил аши амбиции выполнил сейчас ну ладно реально восставшие в беневентума это из-за да нет четвертый уровень всего слушать плюс полтора потому что ничего поменяли в этом последних патчах так что у нас в риме как раз четвертый уровень сейчас должно начать можно быть может быть строится до до по два хода к сожалению давайте сокровищницу ускорить я к сожалению как не могу потому что у нас на это не прокачан лидер давайте порум и архив шесть ходов до выполнения этой амбиции таки мне кажется я быстрее религию распространиме такое ощущение полиболосы я тут построил и у нас еще пять жителей вау пять жителей ну давайте пока сюда чё на еду тут может как раз у меня что-то постоянно мало еды тя у нас и дерева не особо много но мне кажется сейчас мне уже дерево не надо медиаланум продолжаю ремонтироваться здесь тоже четыре жителя до мельница на еде тут все стоят я бы в мельницу спится а может давайте лесопилок кстати у нас действительно как-то уже дерево поменьше становится и на каменоломню еще одного вот так так к сожалению видите не могу я тут она гелиополис обращен давайте этим куда-то сюда так этим амбарчик где амбар боже какое какие какие переходы ты тут баню доделал в эти ферму каменоломня готовы еще одну вас от обращаем я известен как хорошие и две два города осталось в общем-то обратить так поехали уже с этими ребятами разбираться задолбали сюда отправляю потому что тут они будут получать экспу стоя на и даже стоя на месте тоже кстати хорошая штука потому что там в 5 6 циве желательно было воевать иначе у вас просто юниты простаивают не улучшаются ничего не дают а здесь вот видите вы можете спокойно их реально поставить на месте они будут работать все равно относительно правда то есть они ничего не приносят с другой стороны хотя бы прокачиваются так да можно этого отправить какая-то вы сюда вроде все вряд ли может конечно перс еще так обидится и нападет на меня пусть а что-то у них вот это за значки интересно причем они есть у всех кроме ассирии может это какая-то перк правителя который что-то показывает да это трейд и то есть у этого правителя нету трейд аут у меня например трейд дипломат ухты на наша королева заболела сколько и лет 59 ну гильдии и элиты рынки них это рынке открывать катего ту смирить город можно снижает уль давайте вот это откроем усмирение города миссионеры из карфагена хотят расстроить зороастризм да я как бы да я не хочу расстраивать королеву карфагена я распространяю юдаизм почему бы я не распространить у меня зороастризм так одаренный изобретатель из гелиополя как так короче нам как нам ответить этого чувака мы получим великого ученого либо великого солдата давайте ученого возможно его до его можно отправить шпионом мудрый еще у него и за 2 храбрость он минус одно несчастье будет в города давать отлично хороший чувачок так рабочий миссионер видите нам достаточно в границе города на самом деле зайти и и я уже могу распространять и есть еще одно распространение я помню где-то достраиваю миссионера да вот тут один ход и отправлю в какой-нибудь седом как раз и вот это амбиция тоже будет закончена да ё-моё шушь вы тут набегаете на меня постоянно томительный вам может и мир заключить они не убьют его сейчас все равно этого некуда кстати отправить чтобы он опыт набирал знаете просто в пирамиды поставим окажется все вылечили всех так один житель есть до а чё-то железо не но железо как немерено вот как раз из этой территории давайте может давайте может в колизей спится блин надо с этим разобрать что-то я забыл про этих восставших а метод ходит грабит территории а мне их потом восстанавливать тогда будет они между ткать очень кучу дают дают железо и денег эх жаль королева не доживет до победы горится стоит ну короче это последний ход для нашей королевы она умрет следующим ходом сожалению но я думаю что амбиции я эти выполнил я думаю четыре хода до победы осталось сплатный легионер тренировка ну давайте стременно откроем чтобы отметить культурные достижения ариминим ариминима старейшины города объявили что началась золотая эпоха короче провести неделю соревнования в поэзии признать их влияние на государство ну куча это дает 80 культуры это 160 цивиков это 480 денег я бы соревнования в поэзии правил так здесь продолжаем делать каменолом не о рынок открыли давайте рынок построим интересно были 42 деньги дают там наверно это что-то влияет это явно не просто так рынок офигительно работает но я бы тут тоже рынок сначала так а почему тут рынок недоступен интересно видимо здесь его нельзя строить давайте тогда академию так ну и вот этот последний парень 42 давайте сюда отправим пусть а может даже ускорение его нет смысла ускорять потому что он быстрее сюда доберется чем я в риме то есть еще четыре хода хотя но один как минимум как минимум два хода хорошо еще время строится эти все проекты да ведь я тут а тут меньше денег дает рынок что-то как-то влияет на количество денег в рынке что-то так это наша фамильная фамильная дрела вылистая уже каменолом не делаться и в осетии один житель есть вот на еду да предлагает собственно игра востей нам уже точно не нужны последователи иудаизма один житель ну давайте в священникова на так один ход давайте какой-нибудь проект вот на на сокровищницу а потом специалистов в мельницу хочу посадить и вообще будет ли специалистами оказывается не будет специалистами в мельницу правда ладно вряд ли и так королева сим брони умерла и королева вавилона умерла день коронации на чем сосредоточиться королева ну и за счет того почему я бы все у нас цификов дофига наука нам точно не нужна получу харизму на минус один к храбрости тут мудрость на минус один дисциплине не давайте я и так нормальный правитель не хочу ничего получать минусы ни к ничему так тут я цивики хочу выбираем нового губернатора для остеи собственно наша королева тут прокачиваем губернатора ну я думаю что лучше на шахты хотя тут шахт нету просто потому что другое улучшение там ничего не стройник улучшений в тех местах как бы нафиг надо получается амбар так сука там осталось один ход пусть и походу мы следующим ходом победим сейчас я посмотрю как далеко у нас этот где тут дисайпл это елки а вот он все обращаемся дон амбиция выполнена и следующим ходом выполняем десятую амбицию которая вот архив четвертого уровня до следующим ходом конец давайте спрячемся в город мельницы ну-ка и все можно спецов мельницу посадить нельзя она просто вот ближайшим вокруг добавляет возможностей тут прилично кстати на каменолом не она влияет ничего не могу сказать ну вот в столице рынок перс 40 в 46 приносит до денег доделаем уже фермы чё тут не начинать же следующий ход просто так ну меня тут все вся экономика вынесли египет целый просто вперед ножками жителей нету ну этих давайте добьем опять же я уже итога не увижу ну что сказать повторюсь что уже по механикам world world уже можно пол и полгода назад интересно играть они сейчас занимаются тем что их полируют и добавляют графики все больше и больше но главная их проблема на данном это считает и конечно производительность игры она просто убитая особенно в конце ну сами видите какие тут перемещение камеры как это все тормозит ужасно при том что у меня ну нормальная но там ambition виктори так давайте посмотрим как же это все произошло смотрим у нас было ну по-хорошему четыре правителя вот королева гортензия только сейчас первый у нас кинг ромул 10 лет потом король каэсо 25 лет правил потом король валериус 26 и королева симпрония 25 лет тут полностью вот описано что происходило в наше правило даже вот видите даже вот этот список ну вот у меня сейчас пишет 20 фпс вот почему 20 фпс хотя я открыл всего лишь список да что происходило и таймлайн то есть в течение каждого хода что вот открывалась какие вещи происходили какие ивенты происходили вот так спасибо что смотрели еще раз напоминаю что лучше сначала посмотреть ну и я буду ждать пожалуй для следующего прохождения old world когда они более менее сделают оптимизацию визуальную потому что вот эти долгие переходы это конечно мрак на этом все играйте в умные игры обязательно обратите внимание на old world всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока